Компьютерный ЕГЭ по информатике. Задание номер 8. Сегодня мы начнем не с задачек, а с небольшой теории. Допустим, у меня есть несколько магнитов. Синий, желтый, красный. Сколькими способами я могу расположить их последовательно друг за другом? Я имею в виду именно последовательность. То есть, как бы я сейчас делаю три ячеечки. Давайте ячеечки назовем 1, 2, 3. Сколько способов? Это называется количество перестановок. Это классическая комбинаторная формула. Количество перестановок. Итак, в первую позицию я могу поставить любой из трех магнитиков. Соответственно, либо красный, либо синий, либо желтый. У меня три варианта. Соответственно, три варианта выбора первого магнитика ограничивают меня. И дальше у меня остается только два. И дальше, во вторую позицию, я смогу поставить только либо синий, или красный. Если там был желтый, ну и наоборот. То есть, какой бы я ни поставил туда, да, сюда, я уже не смогу поставить. Почему есть такая тонкость? Почему у меня остается вот меньше вариантов? Дело в том, что магниты все разные. У меня объекты, которые я переставляю в позицию, различаются друг от друга. Это очень важно. Вот. Итак, у меня остается два варианта здесь. В этом случае срабатывает правило умножения. То есть, на каждый вариант начала желтым, да, я могу продолжить любым вариантом. Прошу прощения, на каждый вариант начала, да, каким бы я ни начал из трех, у меня остается два варианта здесь. И, вы знаете, после того, как я вот сюда вот поставил, допустим, синий, да, у меня остается ровно один магнит. Сколько способов поставить один магнит в одну позицию? Один. Но, вы знаете, на самом деле, можно задать и такой дурацкий вопрос. А сколько способов поставить ноль магнитов в ноль позиции? Ответ на это очень интересный. Один. Количество перестановок равняется n факториал, где n количество и ячеек, и переставляемых предметов. Итак, здесь все кристально понятно, да? Итак, давайте поменяем ситуацию, поставим новую задачу. Новую задачу. Я хочу сейчас узнать количество размещений. Количество размещений. Итак, у меня есть некоторая группа туристов, а именно синий, желтый, красный и черный. Это все разные туристы, да, у них есть там какие-то условные имена. Вот. Они хотят поселиться в гостинице. Они хотят поселиться в гостинице. В этой гостинице достаточно номеров, чтобы поселить их всех. Ну, например, в гостинице, ну, допустим, шесть номеров. Шесть номеров. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, у меня шесть номеров. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Сколькими способами я могу разместить своих туристов в гостинице? Смотрите, да, этого товарища я могу отправить в любой из шести номеров, да, но селить их в один номер нельзя, да. Соответственно, этого в любой другой номер, этого в какой-то еще, но не в эти два, этот в какой-то еще, но не в эти три. То есть у меня возникают, скажем так, запретные номера. Здесь интересно то, что мы можем на самом деле сделать как бы инверсию происходящего в этой задаче. И я могу на самом деле приписывать вот этим товарищам, то есть назвать их самих первый, второй, третий, четвертый, и им, или давайте лучше по вертикали сделаю, чтобы вам было, отличалось, да, первый, второй, третий, четвертый, да, и каждому из них сопоставлять любой из шести номеров, да. То есть сюда, да, этого. Дело в том, что номер не обязательно заселен, поэтому начинать отчитывать от номера будет сложно. Заселен, не заселен, да, если заселен, то кем? А вот от них сто процентов все туристы должны быть размещены. Первого я могу разместить шестью способами. Шесть способов. Ну, то есть если он, что называется, условно главный, неважно кто главный, ну, допустим, я его буду расселять первым. Шесть способов, да. Этого, если этот куда-то заселился, какой-то номер он все-таки занял, значит, для этого остается меньшее число. Пять способов. Для этого товарища у меня остается два номера из шести заняты, значит, остается у меня четыре способа. И для этого товарища три номера заняты, остается шесть минус. 6 минус 3, 3 способа, да, все, вот тогда они у меня все поселены всевозможными способами, я учел все варианты, не учел ни один вариант два раза, это важно, при подсчете, при подсчете количества комбинаций в комбинаторике, очень важно каждую ситуацию учесть и ровно один раз. Итак, что у меня получилось, что эти способы по сути перемножались, то есть я на любой вариант поселения черного, я забыл кто у меня был вторым, мог любым способом поселить, допустим был красный, понятна логика, да, то есть 6 на 5 на 4 на 3, что это такое? Если факториал, это у меня n, умноженное на n-1, умноженное на n-2, умноженное и так далее, умноженное на 1, я на самом деле специально сейчас двигаюсь от больших к меньшим, потому что именно так у нас шло наше перемножение, когда мы вычисляли, собственно, количество перестановок. Вот в количестве размещений, то, что мы имеем, это как бы недофакториал, ему не хватает хвоста, то есть ему не хватает умножить на 2, умножить на 1, ну на 1 вы скажете, можно недомножать, я буду, вот, то есть не хватает куска хвоста, да, но эта штуковина, она тем не менее имеет название, называется а из n по k. Слушайте, эти n и k иногда по-разному ставят, оба внизу, иногда даже наоборот, я буду ставить n вверху, k внизу. В наших российских учебниках так более-менее принято. n это сколько номеров в гостинице, не количество туристов, а k это количество туристов. Естественно, k должно быть, обратите внимание, меньше либо равно, чем n. Но, между прочим, задача расселения нуля туристов вполне себе годная задача. Ноль туристов расселить в n номеров, сколько способов? Один, никого никуда не селить, да, не ноль. Это я так замечание такое делаю, что в a из n по k, вот в этом количестве размещений, k меньше либо равно n. Итак, что это получается у меня? Что у меня получается? Это первому туристу n номеров, любой, пожалуйста, да, второму туристу n минус один номер, ну, кроме одного занятого, да, этому туристу n минус два, ну, то есть оно так же и продолжается, но в какой-то момент, да, когда у меня селится последний k, ты, турист, k минус один номер занят, да, то есть там было ноль, один, два, когда у меня k ты селится, то все k минус один туристов перед ним поселились. Значит, получается n минус k плюс один, минус один, да, в скобках, да, но получается минус на минус дает плюс, да, вот это все, это является перемножением количества вариантов. И вот тут интересная фишка, да, что поскольку математики уже придумали красивое обозначение для вот этого перемножения всех чисел от единички до n, то я мог бы сказать, товарищи, а что если я дальше, то есть следующее домножаю, n минус k и так далее, это получился бы факториал. И поэтому есть такая красивая формула, она не обязательно, если вы будете делать задачку в ЕГЭ, вы можете просто реально считать, вообще не прибегая к этим формулам, которые я пишу, но, но, формулу я тем не менее напишу. Короткая запись, а из n пока, она не короткая для вычислений, так вычислять как в каком-то смысле короче, но запись короткая. Это n факториал только без хвоста, ну а хвост надо поделить на хвост, поскольку оно тут домножается. Поделить на кого? На n минус k, то есть количество номеров за вычисленным количеством туристов. Ну красота ведь, красота. Это формула количества размещений. А теперь, товарищи, внимание, это, это ученики, да, 11-го B класса. Знаете, мне не хватает одного, будет такой супер понтов ученик. О, серебро, замечательно, замечательно, все мальчики, девочек отпустили. Значит, из этих пяти мальчиков мне требуется выбрать двоих, чтобы они подежурили, последили за порядком на переменах. Двоих. Понятно, да? Давайте вариант первый. Да, называется эта задача количество сочетаний. Количество сочетаний. То есть я их сейчас буду сочетать, только не брака сочетать, а дежура сочетать. Количество сочетаний. Да? Значит, мне требуется выбрать двух дежурных. Для начала, давайте договоримся, что у меня есть среди двух дежурных старший дежурный и младший дежурный. Окей? Итак, значит, у меня есть старший дежурный, да, и младший дежурный. Обе позиции должны быть заняты. Я не могу не назначить дежурного. То есть это, опять же, возвращаясь к задаче размещения, то есть я могу сказать так, что это мои, как бы, номера, в которые собираюсь селиться. Видите, да, интересно, так раз, два. Да? А это, кого я селю. Ну, в смысле того, что должности двух дежурных, обе должны быть заняты. Да? А вот эти могут дежурить, могут не дежурить, тут вакантно. Хочу, беру, хочу, не беру в дежурство, человечка. Да? Так, одну секундочку. Итак, значит, в первую позицию сколько я могу выбрать? Пять вариантов. Во вторую позицию я могу выбрать сколько? Ну, кто-то ушел дежурить, да, кто-то ушел дежурить из этих пяти. Значит, у меня осталось пять минус один, четыре варианта. И вот тут вся интересная фишка. Дело в том, что у меня нету старшего и младшего дежурных. То есть, я, допустим, выбрал раз, выбрал два, но на самом деле ситуация, когда выбрал черного, а потом выбрал красного, неотличима от ситуации, когда выбрал вначале красного, а потом черного. То есть, получается такая интересная ситуация. Я, перебирая всевозможный вариант, пять и четыре, да, двадцать способов выбора дежурных. На самом деле, дважды учел, да, дважды учел каждую ситуацию. Понятно, да? То есть, на самом деле, это не количество сочетаний, а я посчитал количество размещений постов дежурного и младшего дежурного, да, в моем классе. По людям моего класса. Я размещал две должности по людям моего класса. Очень хорошо, замечательно. Но, да, мне нужно именно количество сочетаний. И я должен поделить на количество комбинаций, то есть, по сути, перестановок внутри вот этой вот, собственно, аранжированной группы, да. То есть, когда у меня эти позиции отличимы друг от друга, должности. Понятно, да? Давайте посмотрим на эту задачу еще одним способом. На самом деле, ведь можно, я сейчас сразу показываю, что вы можете увидеть, что количество сочетаний, по сути, равно количеству размещений поделить на количество перестановок. Только количество перестановок в маленькой группке, да. Поэтому, в принципе, я сразу могу выписать такую штуку и сказать, эта штуковина называется C из N пока. Да? C из N пока. И она по существу чему равняется? Она равняется A из N пока, да, количеству размещений, да. Причем у меня N, это сейчас количество, я вам сказал, да, как это, номеров в гостинице, они сейчас номера, они не обязаны быть это, я размещать буду должности по людям. Как точно так же, как и размещал людей по номерам гостиницы, да. Так вот, получается, что у меня здесь N это количество людев. А K, это сколько дежурных мне надо выбрать, да. То есть, я сейчас, по сути, ищу 5. C из 5 по 2, да. Вот. И что у меня получается? Я должен поделить на K факториал. На K факториал. Ну, впрочем, A из N пока я тоже ведь могу раскрыть. А из N пока это тоже, она имеет формулу. Поэтому я могу раскрыть эту формулу и сказать, так, C из N пока это N факториал поделить на N минус K факториал поделить на K факториал. Когда я был в школе и увидел вот эту формулу, у меня возник сразу вопрос. А вдруг не поделится? Ну, как это у меня тут, смотри, какой длинный знаменатель. На самом деле, конечно же, всегда поделится. 100%. Это целое число. Ну, не может же быть дробного количества сочетаний. На самом деле, можно еще интересные вещи здесь поиграть. Еще можно интересные вещи поиграть. Да, с этим. Например, а что если я буду выбирать трех дежурных? Три дежурных. А равно три дежурных. Да. Значит, по сути, я буду расставлять. Ну, кстати, да, в принципе, да, расстановка дежурных, это как бы расстановка галочек. Да, я говорю, этому галочку, этому галочку. Вы пошли дежурить, да. Да, сколькими способами я по этим людям могу расставить галочки. Да, так, сюда, сюда. Причем галочки неотличимы друг от друга. Сразу еще раз, да. Понятно, что это очень похоже на количество размещений. Да, я как бы галочки селю по людям, да. Вот, иду-ка. Только сами галочки неотличимы друг от друга. Та-дам! Так вот, значит, еще раз. А что если трех? То есть я три галочки буду селить, да. Сколько способов это сделать? Как это посчитать? Да. На самом деле, мне нужно, опять же, С из 5 по 3. Ну, или, короче говоря, первую галку пятью, вторую четырьмя, третью тремя. Да, то есть я могу, в принципе, посчитать так. С из 5 по 3. 5 для первой галки, 4 для второй галки. И три варианта оставить третью галку. И поделить на три факториал. Три факториал это 3 на 2 на 1. Потому что все сами три галки, да, неважно, какая где стоит. А я посчитал лишних три факториал варианта. Да, то есть я когда выбрал, например, синего, красного и серебряного, да, на самом деле, неважно, в каком порядке я расставлял эти галки. Чтобы вернуть, посчитать именно количество сочетаний, а не количество всевозможных расстановок галок, считая их, как бы, в разном порядке. Я делю обратно. Ладно, я понимаю, что это довольно сложно бывает иногда заложить в свою голову. Но, тем не менее, смысл следующий. Оно всегда поделится и будет у меня действовать. А, кстати, интересная история, да, вы видите? Видите интересную штуку? У меня есть симметрия. В этой формуле, кстати, ее можно, в принципе, заметить. Симметрия. Дело в том, что у меня c из n по k равняется c из n по n минус k. Из симметрии, да, n, n минус k. А еще, кстати, c из n по 0 равно c из n по n и равно 1. Ну, последнее, что я скажу из теории, это треугольник Паскаля. А именно, да, вот этот вот, известный. Да? Что это такое? Это c из n пока. Это вот эти c из n пока, вот они. Количество сочетаний, которые расставлены. Вот это c из n по 0. Ноль предметов из нуля людей, выбрать ноль дежурных. Сколькими способами это можно сделать? Одним. Да? Сколькими способами это c из одного. Один человек. Надо выбрать ноль дежурных. Это можно сделать одним способом. Одного дежурного. c из 1 по 1. Да? То есть я здесь, ну, как бы у меня здесь вот это k. 0,1. Здесь 0,1,2. Да? c из 2 пока. Одного дежурного из двух. Да? А, ну, ноль дежурных, прошу прощения, из двух. Одним способом. Одного дежурного из двух двумя. Либо первого, либо второго. Да? Два дежурных из двух. Одним способом. По-любому оба идут дежурить. Понятно? Вот такая логика. Ну, я сейчас, можно еще отсюда формулу. Можно же увидеть, да, что у меня каждый раз это дело суммируется. Ну, я, собственно, так его сейчас и строил. Да? То есть он известный, да? Этот треугольничек. Я надеюсь. Ну, если неизвестный, то найдите и почитайте про него, да? Так вот. Треугольник Паскаля. Значит, можно сказать так, что c из n по k, ну, кроме крайних значений, кроме этих ситуаций, когда 0 или n, вот здесь вот, да? Он равен чему? Он равен c из n минус 1 по k минус 1 плюс c из n минус 1 по k. О! Вот так. И эта штука, она может быть вычислена следующим образом. Рекуррентная. Это рекуррентная формула. Я определяю функцию через самая себя, да? И, по сути, я здесь говорю, что, ну, как бы здесь количество способов выбрать, это красиво. Это красиво, поэтому я это покажу. Где мои 5 дежурных? Смотрите. Вот у меня 5 дежурных, да? Значит, я говорю, количество способов выбрать, допустим, 3 дежурных из 5, количество выбрать 3 дежурных из 5, давайте так, ну-ка зацепимся за красного, да? Равно красного я либо возьму, либо не возьму, да? Вот я выделю сейчас именно красного и думаю про него. Либо он дежурит, либо не дежурит. Если он дежурит 100%, тогда мне остается, что, если он дежурит? Тогда мне остается только 2 дежурных выбрать из 4 вариантов, да? Из 4 вариантов осталось выбрать 2 дежурных. Но все ситуации, когда он дежурит, отличаются от других количества всевозможных сочетаний, когда он не дежурит. Давайте посмотрим все возможные ситуации, когда он не дежурит. Сколько таких ситуаций? Он не дежурит. Значит, мне нужно выбрать трех дежурных из четырех человек. Да? Из четырех человек, трех дежурных. На этот вопрос ответит С из четыре по три. Как именно? Сейчас не вдаемся. Можно всегда свести к крайним случаям по треугольнику Паскаля. Товарищи, теория, все. Дальше решение задач.